Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Президент Молдовы Игорь Дадон поблагодарил всех участников митингов и маршей, которые состоялись 24 сентября в Бельцах, Кагуле и Новых Аненах. «Спасибо за доверие, я вас не подведу. Вместе мы победим», – написал на своей странице в Facebook глава государства. Поводом для столь массовой поддержки стало растущее противостояние парламентского большинства и всенародно избранного президента. Напомню, 24 сентября должен был состояться консультативный референдум по четырем вопросам об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда из банковской системы страны, о наделении президента дополнительными полномочиями распускать парламент и назначать дату досрочных парламентских выборов, о сокращении числа депутатов парламента, о введении в школах предмета «История Молдовы». Но только ли это стало причиной непримиримости сегодняшнего демократического парламентского большинства и президента? Поговорим с нашими гостями. Историк и политолог Борис Шаповалов и политолог Роман Михаеш. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Можно ли констатировать, что в противостоянии сторон президента, с одной стороны, и парламентского большинства, которое сегодня фактически можно назвать демократическим парламентским большинством, Потом появилась третья сторона, а вот именно народ, который требует, чтобы его услышали. Вот Борис, ваше мнение. Вы сказали демократическое парламентское большинство, антинародное парламентское большинство. Я бы вот так, наверное, говорил. Почему? Потому что я понимаю, что основой этого парламентского большинства является демократическая партия. Но на сегодняшний день, с моей точки зрения, да и не только с моей точки зрения, полной легитимностью народной обладает только президент Игорь Дадон. Потому что последние выборы, а это были последние выборы в стране, президентские выборы 13 ноября, показали, что он победитель. И большинство народа проголосовало за его программу. И, соответственно, после вот этих всех последних событий августа и сентября месяца, когда произошел, ну, скажем так, очередной этап противостояния, скажем, да, правительства этого парламентского большинства с законно избранным народным президентом, то, естественно, ну, у президента просто, на мой взгляд, не оставалось других шансов в данной ситуации, как обратиться к народу за поддержкой и его вот последнее общение с народом, да, два с половиной часа, вот, кстати, на вашем... В ходе прямой линии, да. Да, на вашем телеканале в ходе прямой линии он как раз эти моменты и обозначил. Почему я вот так по парламенту как-то, вот некоторые могут сказать, чересчур Деска, антинародная и так далее. А, собственно говоря, кого сегодня этот парламент представляет? Ну, президент представляет народ, потому что за него проголосовало большинство избирателей. От этого никуда не уйдешь. А кого представляют наши депутаты сегодня в парламенте? Вы знаете, я вот подсчитал, когда на днях было опубликовано, позавчера или вчера появилась вот эта информация по составу депутатам, кто есть кто на сегодняшний день. 56 человек из 101 сменило свою политическую ориентацию. Ну, это люди с ослабленной какой-то социальной ответственностью, да, получаются. Ну, вот посмотрите, я просто назову цифры. Партия социалистов 25 мандатов получила, сегодня их 24, минус 1 ушла к демократам. Либерально-демократическая партия получила на выборах 30 ноября 2014 года 23, сегодня их осталось 5, минус 18. ПКРМ 21 мандат, осталось 7, минус 14. Демократы наоборот было 19, сегодня их 39, приобрели плюс 20. Либеральная партия была 13, сегодня их 8, минус 5. И 16 так называемых депутатов, там они типа неопределившиеся, но это все фикция. Не присоединившиеся. Да, да, типа они не присоединились, но голосуют они четко в одних рядах правящего большинства. И там еще два, вот это Карпов-Елянка, так называемая европейская народная партия. И вот получается 101 депутат на сегодняшний день, и из 101 депутата 56 человек перешли из одного политического формирования в другое. То есть они изменили своим политическим взглядом, своим обязательством, своим предвыборным лозунгом партийным, да, кого они на сегодняшний день представляют. Поэтому, когда говорят досрочные выборы, когда говорят, это имеет под собой полную основу. Вот она, чистая статистика, цифры. От этого никуда не уйдешь. Можно рассказывать все, что угодно, понимаете. И, конечно же, с чего все началось? Не успел еще президент Дадон вступить в должность. Он победил 13 ноября, а инаугурация у него была 23 декабря, если не ошибаюсь. Да, это полтора месяца прошло. За это время почистили его полномочия. И весь 2017 год, вот мы видим, 9 месяцев постоянно что-то у него пытается забрать, ущемить. И он какие-то предложения делает, вносит какие-то законопроекты. Это не проходит. То есть, получается так, ну, тебя народ избрал, нам на народ наплевать. Вот мы здесь создали себе вот этот вот большой общак и сидим, как хотим, так и управляем. Вот в чем проблема. И поэтому, ну, я еще раз говорю, ему просто ничего не остается, как действительно заручиться народной поддержкой. А самое, есть два способа управления народом. Не народом, а народ может управлять государством только двумя способами. Первый – это выборы, значит, необходимы досрочные выборы. И второй – это референдум, который даже консультативный референдум власть не дала провести. Ну, о силе референдумов поговорим чуть позже. Роман, вот вы согласны с тем, что парламент сегодня – это представители, да, представители, так сказать, этой профессии, как сегодня Борис сегодня охарактеризовал депутата? Слишком жесткие такие высказывания слышу насчет наших депутатов. Давайте начнем с того, что интернативный манат является нулевым согласно Конституции. Манат в императиве стянул, как написано в Конституции. Это означает, что депутат свободен вступать в ту или в другую партию, иметь те или иные мили. И народ, когда посылает депутатов, даже если по списку какой-нибудь партии, он дает им право, мандат императивный. У нас пытались много говорить на эту тему, чтобы изменить Конституцию, что депутат должен быть связан с своим партийным происхождением. Чтобы остановить миграцию. Чтобы остановить миграцию. А это сделали в Украине, между прочим. Вот это есть в Украине. Они пробили эту ситуацию. Хотя, как и в Европу, там есть очень жесткая администраторская комиссия, но они пошли на это. И в это в Конституции не записано. Если депутат из партии уходит, то он оставляет им мандат. Но политической стабильности Украине это не принесло, насколько мы знаем. Хотя, понимаете, здесь политическая жизнь в развитии. Нельзя человека заставлять, чтобы он создал только одну партию всю жизнь. Если он меняет свой взгляд, это его право. Дело в другом. Депутат должен в своем мандате служить народу. Если есть какие-то коррупционные действия, есть возможность его отправить на... В случае Филата, очень наглядно. Филат ошибся, был депутатом. Думал, что там иммунитет. Оказалось, что этого иммунитета может... Недостаточно. Недостаточно. Он не ошибся, он проворовался. Он проворовался. Голоса есть, действительно, уже опозорил весь проевропейский электорат и их представители. Потому что я считаю, многие другие комментаторы политические, что Филат нанес большой урон европейской идее интеграции республики. Потому что сейчас у левых есть козырь. Смотрите, когда-то Филат же был царем евроинтеграции. К нему Меркель приходила. И другие, и другие. И он что сделал? Использовал идею. Голоса взял у людей. Получил власть. Получил обогащение. Получил доступ к кармушке. И это еще много времени пройдет, пока мы этот феномен Филата сможем, так сказать, побороть. Потому что сейчас пойдут, например, все эти партии на выборы. И они пойдут, голосуют из нас, потому что мы за Европу. А левые партии будут говорить, электорат, смотрите, за Европу значит воровать. Понимаете, это будет трудно все объяснять. Хотя нельзя всех политиков стричь под одну гребенку. И так далее. Я бы сказал таким образом, что и парламент, и президент избранного народа. Не надо говорить о том, что у парламента нету легендарности. Он легитимен. Так же, как и президент, есть конституционный суд, который эти выборы признал легитимны. Просто мы пытаемся, скажем так, перетягивать дело на себя. Но если говорить объективно, мы имеем парламентская-президентскую республику. Она смешанная у нас форма правления. У нас нечистая парламентская республика, как в Германии, например, или как в Италии. У нас смешанная система. У нас система близка к украинской модели. Если взять вот так, там есть с некоторыми различиями она близка. И там большие различия. Дело в том, что в Украине тоже парламентская-президентская республика. У них президент, хотя у них там четко в конституции прописано. У президента есть полномочия по внешнему представлению страны и по обороне. Здесь он король. И он имеет квоту в правительстве. Двух министров он назначает по своей квоте. А в остальном это уже парламент решает, кому быть министром. Правительство отправить в отставку тоже в парламент. То есть я, например, считаю, что мы должны держаться парламентской-президентской республики с одним условием. Надо доработать конституцию. Четко-четко в ней доработать, какие есть у президента полномочия, чтобы не было чехарды. Если президент, например, имеет полномочия в области обороны, он должен иметь их реальную помощь. Правильно? Конечно. Службы безопасности. Службы безопасности нет. Здесь уже другое дело. В Украине тоже не дали службу безопасности. Никому не дали. Ни парламенту, ни президенту, никому. Она должна быть независима от всех ветвей власти. Понимаете? Ну, назначают руководителя. Вот парламентским контролем должна быть. Потому что это европейская модель. Сейчас дай президенту службы безопасности и армии, он может еще и переворот здесь сделать. Так она была. Она была. И в завершение, конечно же, здесь надо очень важное сделать замечание. Мы не можем провести, даже если мы сильно хотим, парламентские досрочные выборы. И скажу вам почему. Согласно закону, который социалисты инициировали о смешанной системе, мы должны пройти от момента, когда закон зашел в законную силу, до выборов как минимум 12 месяцев. Сами социалисты голосовали за этот закон. Они согласились с доводом медицинской комиссии. Есть исключения, но не минимум 9 месяцев. Получается, что с июля месяца, 9 месяцев отсчитать, это сколько? Мы заходим уже где-то в сентябрь, октябрь будущего года. Понимаете? То есть по-любому выборы надо делать, чтобы они были признаны ОБСЕ, международными обозревателями, наблюдателями. Румынии, Украины, США и так далее, и Евросоюзом, они должны пройти не менее 9 месяцев с момента, когда закон был напечатан в мониторе в чате. И вот здесь хочу обратиться к социалистам, чтобы они, которые они, этот закон не царили, чтобы они не это понимали. Не имеет смысла плюс-минус 3 месяца. Выборы должны быть признаны, чтобы все игроки, партии, независимые имели время подготовиться к выборам. Это же непросто. Смотрите, у нас даже не создано еще 51 округов. Как провести выборы? Вот, например, через 3 месяца, если даже округов нету, понимаете? Ну, сейчас не звучат призывы о том, чтобы, так сказать, привести страну в предвыборное такое состояние, или привести страну к неочередным парламентским выборам. Сегодня звучат призывы, наоборот, вот вы затронули тему парламентско-президентской республики, а звучат призывы для того, чтобы нашу страну сделать президентской республикой призывы. Я слышал о том, митинге. На самом митинге, да, звучали заявления. Давайте будем честны, социалисты имеют президента своего, конечно, у них есть интерес, чтобы была президентская республика. Но я хочу сделать одно замечание, очень важное. Даже если пройдет референдум, даже если народ проголосует за президентскую флагу, она вступит в силу для следующего президента, для Дадона. Это должно быть всем известно, чтобы не обманывать людей. Все это будет в будущем. Потому что он был избран по этой Конституции. Роман, самое интересное получается, как Конституционный суд что-то по ограничению прав президента принимает, а как это касается Дадона, а не будущего президента. Смотрите, может получиться, что социалисты будут работать на президентскую республику. Проведут референдум и так далее. А следующий президент может стать человек с другими взглядами, с другой партией. Мы должны думать не только о себе, а о стране в целом. Мы имели президентскую республику. Вы помните это? Я тоже помню. В 90-е. Постоянные войны между парламентом и президентом. Чуть-чуть там срабатывание военное не было. Может быть тогда тоже была недоработана. Сейчас худо-бедно зорится, мерится, но есть какая-то стабильность, есть какое-то правильное движение по европейской модернизации. Я понимаю, что некоторые имеют другие взгляды. Но объективно. Чуть-чуть выросла экономика. Лей не умер, как предрекали некоторые, что будет 40 или 50, лей один доллар. Спасибо. Все-таки есть план действий. Это самое главное для страны. Европейская модернизация. Это реальный в руке у каждого гражданина паспорт без визы в Европу и так далее. Борис, ваши аргументы за или против президентской формы правления в сегодняшней Молдове с учетом тех политических реалий, которые существуют и которые складываются? Вы знаете, формы правления есть абсолютно различные. Парламентская, полупрезидентская и президентская чисто. Дело в том, что вы понимаете, в обществе, если мы говорим о разделении властей, должно быть реальное разделение властей. Должны быть какие-то противовесы. То есть, когда президент является каким-то определенным противовесом, он проводит какую-то определенную политическую позицию. Когда парламент является для президента каким-то определенным противовесом, понимаете, вот это нормальная ситуация. То есть, здесь вот то, что Роман сказал, вот это вот наполнение, реальное полномочия у президента, у парламента, у правительства, оно должно быть как-то все-таки выровнено у нас. То есть, по алгоритму противовеса и сдерживается. Задача консульного суда, что сказать? Соответствует ли принятый закон Конституции или нет? А у нас консульный суд уже трактует законы и Конституцию. Сколько президент должен? Два раза отклонять, один раз отклонять, три раза. А почему не четыре, почему не пять? Понимаете, вот эти все вопросы, они, естественно, должны быть четко и ясно прописаны. Но сегодня этого невозможно сделать, потому что внести какие-то изменения в Конституцию, все мы прекрасно знаем, это проблематично, нужно сколько там? 67 голосов. 67, да? Вот, 67 голосов иметь, ну и в любом случае, даже если у тебя есть эти 67 голосов, у тебя должен быть какой-то политический консенсус. Вспомните, у коммунистов было конституционное большинство, но коммунисты в свое время Воронин тоже не решился пойти на некоторые там кардинальные изменения Конституции. Почему? Потому что люди реально понимали, что нельзя этого делать, что нельзя так поступать с оппозицией. Да, он оппозиция имела и час на телевидении, еще что-то выступало, да? То есть, вот по сравнению с то, что было когда-то, и то, что мы видим за 8 лет, как вы сказали, вот этого демократического правления, ну это абсолютно разные вещи. То есть, политической свободы стало реально меньше, полномочия президента уменьшаются, это вызывает, естественно, у его электората раздражение. А когда мы говорим электорат, это народ, это люди, это большинство, которое проголосовало. И поэтому, когда правительство вот так, да мы плевали на президента, мы плевали на народ, мы хотим этого министрам, мы хотим вот этот закон, мы хотим не по 60 тысяч зарплату на РЭ, а хотим пусть они по 120 тысяч получают. Назначают сами себе. Да, назначают сами себе. Но это же ненормально, это неправильно в демократическом обществе. Поэтому действительно должна быть система противовесов, четкая и понятная. А когда происходит перетягивание одеяла с одной половины кровати на другую, как оно происходит на политическом поле, ну, ведь люди все это видят, люди все это понимают. Вот, то есть, политической культуры, к сожалению, мы говорим о европейских стандартах, о европейских ценностях, но это все это для... Ну, вот в вопросе назначения министра обороны, посмотрите, уже было заявлено о том, что, ну, Канду заявил, что президент обязан подписать указ на назначение министра. Ну, он может заявлять все, что будет. И в эту, так сказать, в эту дилемму вступил и Конституционный суд. Вот, какова роль здесь Конституционного суда, возможно, если... Да, я считаю, что Конституционный суд эти вопросы вообще не должен решать. Что значит? Он решает. Он завтра, я еще раз говорю, он завтра решит три раза или два раза. Почему три или два? Почему один? На каком основании? Кто, что, вот сели шесть иностранных граждан, давайте называть вещи своими именами. И вот они за нас, за Молдавану решают. Это один вопрос. Второй вопрос. Мне, например, не нравится. Вот 24-го числа, вот вчера проходили все эти события, мероприятия, протесты. Это вот такая вот акция в поддержку президента проходила по всей республике. Ведь чем это связано? Люди, простые люди, крестьяне, рабочие, вот там мелкий бизнес, они хотят быть сопричастны к этому управлению этой страной. Они хотят, чтобы их услышали вот эти вот наши небожители, да, с охраной и со всем остальным. Будете, в свое время они, Роман, как это в конце 80-х, начале 90-х, да, боролись против привилегий, против мигалок и все остальное. Сейчас, посмотрите, да, все с мигалками, все с привилегиями, все, да еще аппарат государственный, наш государственный аппарат увеличился в два раза. Это в стране, в которой ВВП еще 70% от 90-го года. Когда он убрал эти уезды, воссоздал район. Но наши же европейцы этого не изменили. Вот сегодня было публикован тут, да, вы, наверное, следили, и унице представлял, да, там выросло на 11 тысяч количество функционеров. Потому что район, это означает председатели, машины, секретарши. Ну да, секретарши, заводелы, начальники. Они ни за что не отвечают, плодомочий не имеют, была неэффективная реформа, мы с ней сейчас и живем. А мы маленькие государства со слабой экономикой, мы не можем себе производить таких затрат. То есть вы за реформу, за ликвидацию районных центров и переходов. Их можно оставить в составе, например, не знаю, как их называть, департаментов, регионов, жудецов, называть их как хотите. Но опять с головой это делаете, а не через колено. Эту структуру можно оставить, надо убрать начальство. Хорошо, что есть, например, в Чемишли хорошая больница, не надо ее убирать оттуда. Хорошо, что есть, например, где-нибудь шел в Донештах, сектор полиции, не надо ее убирать оттуда. Но убрать надо начальство. Вот эти районные структуры, они пожирают очень много финансово-бюджетных денег, они не нужны никому. Вместо этого, пускай будет на 4 или на 5 районов такой же, председатель района, понимаете, будет меньше затрат. Это же не так уклонно говорить. По европейским стандартам, чтобы регион развивался нормально, он должен иметь минимум 300 тысяч жителей, чтобы они платили налоги, была какая-то экономика, понимаете. Так у нас район 50 тысяч, какое там может быть самофинансирование, это просто слова. На сегодня, смотрите, совершено ли, сделано все для того, чтобы убить жизнь в этих регионах. Это очень важно. Мы должны понимать, что, я опять повторяю, все тянут одеяло на себя, но есть Конституция. Она плохая, хорошая, наверное, она есть. Там написано, Конституционный суд толкует Конституцию. И не толкует. Соответствует ли это Конституции или нет. А у нас Конституционный суд действительно толкует. Есть разница. Я, может быть, неправильно выражаюсь иногда, потому что все-таки не русский первый язык. Ну, понятно. А вы хотите меня на каждом слове подловить, это нехорошо делаете. Но Конституционный суд, как есть, все-таки орган, который решает споры и так далее. То есть это политический правовой механизм. Я понимаю, что президенту не нравятся его решения, многие, да? Мне некоторые не нравятся решения. Лепу не нравятся некоторые решения, право, другие решения не нравятся Конституционному суду. Но если мы будем делать такую ситуацию, что, например, я те решения не буду выполнять, куда мы приходим? К блокировке. Мы блокируем государство. Начинается противостояние. Институциональное. Это самое катастрофическое, что может быть для государства. Потому что когда в государстве начинается борьба между ветвями и власти, это приходит или к гражданской войне. Это сирийский вариант, например. Сначала политический кризис, потом он выходит на улицы. Потом люди вооружаются в регионы. У нас была Приднестровская война. Тоже, между прочим, мы знаем, собственно... Началась она в парламенте. Началась в парламенте. В парламенте началась, вы правы. Когда одни начали... Политическое предпостояние вылезло на улицы, чтобы мы получили разобранную страну. Покалечено миллионами людей. 26 лет живем в такой разделенной государстве. Покалечено 4 миллиона судеб. Потому что мы все пострадали. Не только те, которые умерли. Мы все пострадали. Мы все являемся пострадавшими с этой войны. Экономика убитая и так далее. Далее, к чему мы приходим? Если президент блокирует уже второй раз, не подчиняется решению Конституционного суда, я ему хочу напомнить, что он был признан Конституционным судом как президент. Тем же 5 или 6 руманскими гражданами, как говорят здесь. То есть, некоторые решения нам нравятся. Конституционные суда, другие нам не нравятся. Это тоже, понимаете, выборно. Это же неправильно. Там четко написано. Хотя там у ПАСа, если бы по жалобе ПАСа, там были возможности эти выборы не признать. Мне кажется, в конституционном суду трудно было бы не согласиться с выбором. Опять же, мы даем собственную оценку. 40 тысяч граждан. Это создало бы революционную ситуацию. Ну, третье, в Австрии не признали выборы, в второй раз нет проблем. Европейская сторона. К чему я веду? Я считаю, что президент Дом все-таки должен дождаться парламентских выборов. Я понимаю, этот файл-старт. Социалисты перегрели друг друга. Ребята, у нас законно избранный президент, парламент, там социальная низкая ответственность, если мы должны как-то сфорсировать ситуацию. Не надо форсировать, никуда это не приведет. Не приведет, потому что на каждый, скажем так, ответ, есть противоответ и так далее. Получится противостояние, которое не нужно никому, потому что социальная партия может перетянуть, скажем так, ситуацию, да? Перегнуть палку. И тогда получить такой ответ, который сделает невозможным дальнейшее существование и развитие этой партии, и президента. Потому что, я повторяю, ситуация в стране очень накалена. На правом фланге, вы видели, либералы требуют импичмена президента. Демократы еще не согласны с этим. Они говорят, что давайте подождем, давайте все-таки, может быть, он обдумается, может быть, он все-таки подпишет, понимаете? Потому что демократы понимают, если пойти по радикальному пути, может получиться очень, скажем так... То они имеют шансы проиграть. Смотрите, социалисты вышли на улице, показали, несколько тысяч человек, на сутки вышли, да? А что, если бы... Более 20 тысяч. А другие тоже могут вывезти на улицу, понимаете? То есть на улицу сейчас... Роман, но другие неделю назад выходили, даже тысячу не собрали. Это другая позиция. И правительство тоже можно вывезти своих людей. У них тоже есть ресурсы, есть партия серьезная и так далее. То есть, я к чему веду? Не надо через улицу пытаться давить, продавливать свои политические идеи. Надо находить какую-то консенсию. Вот смотрите, я предлагаю такую консенсию. Все готовятся к выборам. Ну, осталось даже немного. Знаете, сколько осталось? 10 месяцев до президентной кампании. Это что, много? В ноябре, да. Нет, ну, в сентябре начнется президентная кампания. Ну, начнется выборная, да. 10 месяцев. Ну, выборы в ноябре, да, следующего года. Понимаете? Я предлагаю всем игрокам, точнее президенту, до выбора подождать всех своих горячих сторонников, особенно, которые вернутся в бой, отправить в Донбасс. Пускай они там потренируются, посмотрим, что там творится. Челеватые такие фризы. Роман, не говори в студии Донбасс, иначе завтра нас... Чтобы не воевали, а чтобы посмотрели, как люди там живут. В Украину мы уже отправляли. Дорогие предыдущие, пускай, господин президент. Несколько десятков наших воинов. У человека, чтобы отправить в Донбасс, не на борьбу с автоматами, а чтобы они посмотрели, как люди там живут. Наша правительство уже отправило на повышение квалификации наших военных. Я уверен, после двух дней, проведенных в Донбассе, господин Шавалов придет обратно и скажет, ребята, не надо противостояния, там катастрофа. А между прочим, в Донбассе гуманитарная катастрофа. Путин требует ввести мартфорские войска ООН. Это уже дальше некуда понимать. Мы должны учиться на собственных ошибках и соседних. Не должны мы противостояться. Да, я уверен, что, скажем так, найдется какой-нибудь способ пройти вот эти дни. У нас тяжелые дни сейчас. Вот сейчас парламент проголосовал за 9 законов. Отправлено президент. Президент говорит, что я еще почитаю, посмотрим, что там будет. Обратиться тоже в конце. Из этих, не 9, а кажется, 8 законопроектов, только 5 проголосовано было повторно. Да. А 3, так сказать, решил парламент все-таки поработать. Не согласиться. Прежде чем снова. 8 законов, пакет по ГАУЗИ, там 3 закона или 4, не помню точно. Отложили. Отложили, потому что там нужен консенсус. Давайте честно скажем, у ГАУЗИ есть хороший обстановный статус в Конституции. Они пытаются через своих опять горячих сторонников добиться какой-то федерализации, но чтобы она не была через Конституцию проведена. А через законы, понимаете. Чтобы у них были все свои органы, которые наделен субъект федерации, например, как в Германии или в США. Но это же, надо поменять Конституцию для этого, понимаете. Давайте будем честными. У ГАУЗИ 100 тысячного народа, скажем так, есть очень большой статус автономии политической. Автономии. У них есть свое правительство, есть свое парламент. Все. Но я понимаю, что происходит попытка получить статус федерации. Но получите его через заднюю дверь. Там есть статус федерации. Они просто предпринимают попытку привести в соответствие то, что было принято в 90-м. Но оно в 94-м году, этот закон о ГАУЗИ был принят. Что они будут обращать своего директора Сима, своего министра внутренних дел, своего прокурора и так далее. Все это федерация. Но здесь есть вопросы, поэтому, видите, и европейцы... Политикам оставим эту область для выяснения. Потому что сегодня социалисты мышцы с инициативой выведены, наверное, читали. Чтобы предоставить там в ГАУЗИ три места по этим... Ну да, по выборам. По два места там миноритария. Я говорил ей в парламенте, если мы пойдем по пути перетягивания каната и начнем делить страну на нации, мы никуда не придем. Ну как определить двух представителей министра нации? Потому что один человек мне сказал тогда, смотрите, у меня мама украинка, папа молдаванец, я могу и там, и там участвовать. Начнется вот такое раздражение, что никто не поймет, кто молдаванец, кто украинец, кто румынец и так далее. А другой говорил там, давайте мы румынам дадим тоже, стартую семинаритарию. А здесь румын, по этому, который прошел, как оно называется, не референдум, а соцопросы. У нас, да, ну, перепись населения. Да, перепись населения, 7%. Там 50% говорят на румынском языке. 7% назывались румынами. Нет, ну тут мы зайдем в такие дебри, что мы сто лет не выйдем из них, понимаете? Ну вот ваше... Здесь речь идет, что есть компактно проживающие народы. Это все-таки Болгары, это Раклийский район. Тут никуда не денешься, там они компактно живут, если там есть 2-3. Смотри, смешанные системы предполагают, например, сделать таким образом округ, для того, чтобы, например, представить компактно живущих в каком-то населенном, или там не серии населенных пунктов. И то здесь есть вопрос, как нарезать эти округа. Тут тоже будет перетягивание. Между прочим, пошли по тому, как Венецианская комиссия попросила, если живут компактно ГГУЗы, чтобы их не смешивать с другими районами. И это прописано в законе. А в другом мы говорим сейчас, что ГГУЗы просили 5 мест. Когда еще можно сговориться о одном месте? Об одномандатных выборах. Сейчас у нас смешанная система. У них там количество населения на 2 максимума, если по закону брать. Потому что там написано, что 55-60 тысяч должно быть населения для округа. У них максимум голосуют на выбор 90 тысяч, 100 тысяч. Где-то 120 тысяч избирателей. Получается на 2 округа ровно. Они хотят 3 получить как бонус, потому что они лучше других. Эту ситуацию надо по-любому разрулить каким-то образом, потому что возникнет конфликт. Те же болгары вот там рядом есть. Их там 20 тысяч в районе Теракли. Имеет, может быть, смысл присоединить этот... И 3 округ может возникнуть за счет этого. Опять же, чтобы мы в данном случае болгары не почувствовали себя очень радыми. Это тоже нужно учитывать интересы. Они тоже могут сказать, что у нас 20 тысяч, но все-таки мы хотим иметь депутатов. И вот есть возможность Гагаузи объявить Староклейский район, чтобы там было 3 мандата. Например, вот такой вариант. Но тогда должно быть согласие Гагаузи на это. Они, скорее всего, не дадут этого согласия. И вот здесь возникает 100 тысяч вопросов. Ну, будем следить за тем, как будет складываться здесь. Но вот в начале, когда вы оценивали прошедшие марши, мелькнула, как мне показалось, мелькнула мысль, что президент пытается тем самым спровоцировать своих оппонентов наличием этих маршей. Но вот насколько я внимательно слушал главу государства здесь в прямой линии, здесь вот именно в этой студии было заявлено, что парламентское большинство в лице демократов сегодня делают все возможное для того, чтобы спровоцировать ситуацию невозможности парламентских выборов. Не то, чтобы вне очередных, а вообще парламентских выборов. Подождите, мы уже заходим в другую крайность. Ну, что вот будет создан какой-то претендент, который... Давайте будем, все-таки давайте... Здесь я должен прокомментировать, потому что... Ну, давайте ваш комментарий. Очень жесткая у вас идея вышла. Давайте будем все-таки более-менее объективными. Демпартия, это центристская партия, она резких движений не делает. Ей не свойственно это. У них есть обязательства перед Советом Европы, перед Европейским Союзом. Мы не находимся в какой-нибудь КНДР или не знаем где, понимаете, или в Беларуси. Это лист-батька, который вообще делает, что он хочет. Понимаете? Евросоюз уже с ним разговаривает, ведет диалог. Зависит от финансирования и так далее и тому подобное. То есть здесь все-таки мы являемся страной более-менее с предсказуемым политическим классом. Выборы, как и ДМБ, неизбежны. Понимаете? Кто об этом говорил, не помню первое, но я повторюсь. Выборы неизбежны, как ДМБ. Дембель. Как Дембель, в армии. А то они поймут, подумают, что парни. Потому что поколение людей выросло, не одно, которые не знают, что такое демобилизация, а не только мобилизация. Отпустят тебя еще дадут справку и 5 рублей на автобус. Дело в том, что выборы будут, проблема когда-нибудь. Потому что там трехмесячный срок написано в законе. В трехмесячный срок. Я уверен, что здесь и социалисты, и все выскажутся. Я за то, чтобы выборы были в конце ноября 2018 года. Как определить парламент? Он может сделать их и в начале ноября, и в конце декабря. То есть трехмесячный срок – это очень растяжимое понятие. Но выборы будут. И могут не быть просто по Конституции. Борис, ваша оценка того, что происходит? Моя оценка немножко более жесткая, чем у Романа. И отличается, наверное, в силу той позиции, которую я все-таки занимаю, как и опять-таки большинство народа, которое проголосовало за президента. Вы понимаете, я бы вот так не говорил, там демократическая партия, центрийская, все остальное. Прежде всего она русофобская, антироссийская, антирусская. И по той политике, которую она проводит, особенно в 2017 году, это очень ярко видно, она действует, видимо, не по своей указке, все эти визиты Плохотнюка в Соединенные Штаты Америки, в частности, его визит 17-19 мая, после которого были высланы пять российских дипломатов, понапридумывали, там какой-то шпионаж и так далее. Хотя выслали кого? Выслали из пятерых четверо члены Объединенной Контрольной Комиссии, те, которые отвечают, кстати, за миротворческую вот эту операцию, все. Что это? Попытка дестабилизировать вот миротворческий процесс или еще как-то понять, да? Я понимаю, что в светлые головы наших молдавских правителей это не могло прийти, это ясно, что с подачи наших западных партнеров произошло. Потом посмотрите, как оно все по нарастающей пошло, да? Потом вот эта ситуация с Рогозиным. Ну, не нравится, что он что-то там кому-то высказывает, имеет свою точку зрения, но в конце концов люди добрые. Это представитель великой державы, которая имеет свои интересы в регионе, которая наравне с Соединенными Штатами Америки управляет миром на сегодняшний момент, да, вместе с Китаем. То есть надо как-то понимать, что мы зависим от этой страны, прежде всего экономически. Он был представителем президента и он сопредседателем Молдавской Российской Комиссии по экономическим как раз вопросам. Он у россиян отвечает за нас, за молдаван, за отношения с нами, прежде всего экономические. Поэтому вот эти все политические, вот эти вот задвиги, персона Нонград и все остальное, но это на детский сад похоже вот с очень плохим, вот таким вот театральным каким-то душком провинциального театра. Вот. И, конечно же, такая политика, она же, ну что, вы скажете, что это центрийская партия или там еще что-то? Нет, это чисто, я бы сказал бы даже не то, что отстаивают интересы там какой-то правой части нашего электората, отстаивают интересы вообще каких-то других игроков иностранных, которые управляют нами. Я с Романом вот соглашусь в одном варианте полностью, что действительно Молдова сегодня управляемая страна, она управляется европейскими партнерами, она управляется послом Соединенных Штатов Америки здесь у нас, в Молдове, потому что не может быть свободным человек, который экономически зависим. Конечно же, когда они зависят от грантов, когда они зависят от кредитов, и потом вот выходит наш премьер-министр и говорит там инвестиции, вот нам Запад помогает, да все это ерунда. Вы знаете, я тоже вот на днях нашел интересную вещь, я был потрясен, но когда начинаешь этим заниматься, не слушаешь вот эти вот лозунги, да, выходят все вот красивые такие, о как хорошо мы с Европейским Союзом торгуем, живем. 73% инвестиций в Республике Молдова деньги местных компаний и населения, и всего лишь 5,6% деньги иностранные. Вот и все иностранные инвестиции, а нам рассказывают сказки про 8 лет счастливого европейского будущего. Вот она, реальность та, которая на сегодняшний момент есть. Я хочу поправить, ну, ремарку сделать, я говорил о том, что Республика Молдова имеет обязанности перед Европейским Союзом по договору об ассоциации. Республика Молдова выполняет этот договор, это мы не скрываем. Роман, на 5% увеличилась торговля с Европейским Союзом за 3 года и в 2 раза уменьшилась Российской Федерации. Вот за счет этого и всего лишь, но не за счет того, что мы построили заводы, фабрики и прочие-прочие вещи. С сожалению, цифры чуть-чуть другие. У нас 80% внешней торговли Союзом и Западом, 20% по СНГ России. Да нет, это абсолютно сухая статистика. Роман, за полгода, я не знаю, что за статистика. Да какие 80% за полгода, вот она статистика. Посмотрите на сайте статистика.мд. Да вот зайдите на сайт и вы увидите. За полгода, Роман, 2017 года, за половину года, 103 тысячи тонн фруктов отправлено в Российскую Федерацию. Про фрукты, которые... Одну минуточку, 108 тысяч тонн в СНГ и всего лишь 1038 тонн фруктов, по овощам скажу, 9,5 и 8,8. Вот и разница. Смотрите, это все-таки тоже рабочие места, особенно в таких низкоплачиваемых регионах, как Аграр. Поэтому, когда мы говорим о европейских этих успехах, не надо сказки рассказывать, надо это на конкретные цифры. Давайте конкретно поговорим. Вы же знаете отлично, что Российская Федерация ввела эмбарго против... Она не уводила никакой эмбарго. Мы сами отказались, мы сами бросили... После вступления экономической части договора об ассоциации... Да, это когда ассоциация? Россия же ничего не уводила. Россия просто попросила, ребята, молдаване, сядьте с нами за стол переговоров с европейцами. Давай согласуем три цифры. Не сели, не сели... Европейцы не согласны с этим подходом. Да, и что получилось на Украине, слава богу, у нас до этого не дошло. Что мы имеем сегодня, давайте поговорим, так скажем, более или менее... Гражданская война, в итоге разделенная страна и так далее. Вот он результат этой европейской политики. Если успокоимся, поговорим более или менее по цифрам. Россия ввела эмбарго. По некоторым фирмам эмбарго сняли. Из Пронистровья, из Гагаузского региона, пара фирм из Кишинева. Но это не полное снятие эмбарго на экспорт фруктов, вин и так далее. Да, мы знаем тему. Больная тема. Это политическая эмбарго. Сейчас список предприятий увеличивается, благодаря встречам президента Молдовой России. Я ожидал, что господину Додону, когда его изберут, я видел господину Додону с господином Путиным, думал, что все-таки Россия сними эмбарго. Нет, не сняли. Почему не сняли? Означает, что голосуй, не голосуй за российского президента, все равно эмбарго сняли. Роман, почему не сняли? 180 предприятий, которые могут торговать, они уже торгуют. Что значит частично? Но не для всех. Выполните условия, как и Европейский Союз, выполните те же условия в Российскую Федерацию и торгуйте. А что же вы хотели? Вообще ничего не делать? И россияне виноваты. Подождите. Товарищи, выполняйте стандарты, выполняйте все сними речи. Но не было ничего, сейчас 180 предприятий. Между тем, произошла война в Донбассе, крымские события и так далее. Против России уже ввели эмбарго европейцы и американцы и все, которые с ними в ассоциации. И что это не помогает им? Путин открывает цифры, 500 миллиардов евро потери, прямые потери. Вот Кудрин сегодня выступал. Миллиарды евро потери в Западе. Кудрин, это не мои слова, это Кудрин. Смотрите, мы все-таки с нашей темы, мы свалились в геополитику. Да, да, да. Давайте скажем честно, трендом. Есть проблема, она существует. Полномочия президента ограничены и их ущемляют. Полномочия парламента, полномочия правительства. Я согласен с тем, что надо доработать конституцию. Но не путем перетягивания каната. Я против президентской республики. Я за парламентскую тире, президентскую республику, где у президента очень четко прописаны полномочия. Например, дал украинский вариант. Там есть оборона и внешние отношения. Политика. Все, точка. Кстати, он по конституции за это и отвечает. Потому что премьер должен пахать. Он должен брать плуг и идти в народы, поднимать экономику. Это не президент. А он у нас в ООН летит вместо президента. Вот тут вопрос возникает. Почему именно? Понимаете, а почему президент не полетел? Ну, потому что, насколько я знаю, вы даже не уведомили. Я объясню сейчас, почему он не полетел. Наверное, не захотел? Нет, потому что наш МИД скрыл все бумажки приглашения. Они там посидели в правительстве. Как бы нашего президента не пустят. На данный момент я сказал, что здесь не вижу катастрофу. Это вообще. Ну, как катастрофу? Есть глава государства. Саммит глав государства. И там вдруг от Молдовы присутствует премьер-министр. Я предлагаю, что президент, премьер и спикер. Помните, когда они красиво все и когда-то вместе? Для многих было шоком после тех событий 2016 года. Помните? Спикер, премьер и президент сделают шаг на встречу. Институциональная называется. Это по Приднестровью когда они согласились? Нет, нет, а что? По всем вопросам там было. И они решили, что по Приднестровью будут общие точки зрения. Общее видение решения Приднестровского. Вот они сейчас должны повторить. По бутылку номер два называется, да? То есть найти институциональный консенс. Не персональный там или политический, а институциональный. Но они одеяло перетягивают, к сожалению. Потому что я понимаю президента. Ему не нравится закон по бавильной терроризму. Ему не нравится закон по Академии наук. Но если у тебя нет парламентского большинства, будь добр, согласно Конституции подписывать закон. Когда у тебя будет парламентское большинство, и ты будешь иметь парламентское большинство вместе с другой партией. Давайте предположим, что наш президент все-таки о хорошей политике. Он может предвидеть результат работы этих законов. Я к чему приду? Я понимаю, что не надо ее силой, понимаете, или какими-то давлениями, или какими-то там, не знаю, какими-то блокадами. Потому что к чему придем? Я вам уже сказал, донецкий вариант нам не нужен. К сожалению, время поджимает. Осталось буквально две минуты. Но раз мы уже затронули тему геополитики, давайте по минуте каждой. Прокомментируем такое решение демократов по изменению Конституции, которую они вынашивают, чтобы вписать в нашу Конституцию этот проевропейский вектор. А ведь, смотрите, несложно предположить, цена этого вопроса, окончательное разрушение связи экономики с восточными соседями. Ну, это я уже забегаю вперед. Ну, вот ваш комментарий, Борис, вы, затем Роман. Ну, у меня однозначная позиция, этого делать категорически нельзя. Почему? Потому что у нас все-таки страна разная, интересы, все выборы показывают, все-таки, хотим-не хотим, этот геополитический фактор присутствует. То есть, изначально мы заложим, опять-таки, минус замедленного действия под нашу внутриполитическую ситуацию, это одно. Второе, зачем нам ругаться со своим стратегическим партнером экономическим, от которого мы на сегодняшний день зависим, я имею в виду Российская Федерация. Все-таки, ну, здравый смысл должен быть. Российская Федерация сегодня владеет 40% природных ресурсов, мировых. Но как не дружить с этой страной, когда вот она рядом, и мы с ней столетиями уже связаны, 40% мировых ресурсов, нам что это, Соединенные Штаты дадут? Европа нам даст? Нет. То есть, вот этот фактор, он должен быть все-таки в данной ситуации определяющий, экономический. Но есть еще один. Если мы говорим о демократических принципах, если мы говорим о том, что мы европейцы, не на словах, а не провозглашаем, а мы действительно такими являемся, то, извините, в Европе есть понятие народ управляет, референдум. Выноси этот вопрос на референдум. Вот как народ высказался, это высший закон. Во всех цивилизованных странах проводится так. Ну, смотрите, не нравится сегодня в Европейском Союзе вот этот Брексит, да? Ну, англичане проголосовали 52%? Проголосовали. Идет выход. Выполняют, да. Вот это и есть демократия. А у нас хотят, вот это, извините, толпа, 56 перебежчиков, да, вот они провозгласили какой-то путь свой, им это кажется. Они народ не спрашивают, они на народ наплевали. И они за нас с вами определяют, куда? Влево идти, вправо идти, давайте в Конституцию запишем. А если я не согласен, давайте меня в тюрьму посадим, давайте рот закроем, да? Вот это демократия называется. Я такую демократию не понимаю. Понятно, спасибо. Я считаю это абсолютно неправильно. Роман, ваш комментарий. Очень коротко, я скажу так. Мы должны ввести изменения в Конституции, потому что Румыния тоже их носила в 2003 году. Мы должны, там есть некоторые моменты, которые надо обсудить, посмотреть, какая формулировка будет, потому что формулировки точно еще никто не дал. Идея хорошая, потому что мы должны дать право, например, гражданам Европы у нас баллотироваться в собитники местные, да? Потому что такие же права получим мы, когда станем членами Евросоюза, избираться в местные органы власти и так далее. Вот мы должны скорректировать Конституцию, чтобы получить доступ сначала как кандидат в Евросоюз. Я первый сторонник интеграции в Европейский Союз. Все это знают. Когда мы его получим, Евросоюз развалится. Это, наверное, я вот скажу вам в реплику. У нас все пророссийские политики почему-то бегают на запад, а не на восток. Вот тот же Петренко, Григорий, да? Типа его причемляли здесь? Вот сейчас вот здесь демонстрация, насколько он пророссийский. Я на первый раз слышу. Бывший башкарь в Гаузии, Формузал, живет в Германии. А между прочим, Бодю жил всю жизнь на Кипре, чтобы вы знали, наш секретарь. Тоже в гей-европе, да? Как у нас любят пропагандой этим пользоваться. Может, врачи посоветовали, знаете? Врачи спасали. Нет, посоветовали. То есть дело в том, что мы должны быть честными. Все мы хотим добиться европейских стандартов, демократии, прав, человек и так далее. Тем более уровня жизни. Но некоторые политики спекулируют на эти дела, что типа в России 40% мы должны покупать, а не получать их. Понимаете? Все равно купим. Конечно будем покупать. С Россией надо друг с жизнью, согласен. Надо иметь хорошее отношение. Но у нас есть проблемы с Россией. Пренестровский вопрос раз, газовый вопрос два. Что делать с тем долгом принесло наши семинары? Никто ответа еще не дал. Ни президент, ни никто. То есть надо обсуждать эти вопросы. Надо добиваться выбора российских войск. Зачем нам нужны российские войска? Зачем? Пока не обеспечивают мир на этой земле. Если их оттуда убрать, я очень более чем уверен, что летальное оружие со станицы Колбасная попадет сразу. Я согласен, что надо говорить об этих темах. Что там мусульмане, христиане, как было в Косово или Сугаславе. Ну все христиане, ну все более или менее такая же национальный состав. Здесь искусственный конфликт был. Надо его потихоньку закрывать. У Молдовы может быть общее, только вместе. Иначе, если Пренестровью Россия когда-нибудь каким-то образом отберет, второй шаг это объединение Молдовы с Румунией. Потому что здесь все уже молдаване скажут, все, Россия нам показала хвост, до свидания, мы идем в Румунию. Роман, Россия всегда выступала за целостность Молдовы. На том, что есть у нас какое-то государство. А если у нас уберут кусочек оттуда, кусочек оттуда, зачем это государство собирать? Ну как раз вот сформировать Молдавское государство, мне кажется, вот в этом роль России, историческая Россия была одна из самых ключевых. Россия, конечно, она гарант молдавской независимости и суверенитета. Что-то я этого не вижу. Там есть войска российские, поддерживают, поддерживают, с кого поддерживают? Сепаратистов. Ну, в данном случае они поддерживают не сепаратистов, а они выполняют миротворческую миссию для обеспечения мирного пространства. И эта миссия, насколько нам известно, охраняют 400 человек, страшные склады. А кто склады охранять будет? Давай отадимых переднестровцев, давай украинцам охранять. Давайте выводить, выводить давайте. Охранять кто будет? Я предлагаю завершить наш разговор, потому что, в принципе, тема, которую вы затронули, я пообещаю, станет темой нашего следующего разговора и будем к нему готовиться. Потому что, в принципе, одними лозунгами давайте выводить, здесь можно только лишь наломать дров, потому что, изменив сегодняшний состав миротворческой миссии, я думаю, мы изменим расклад. Роман, давай согласимся, 26 лет благодаря тем ребятам, которых вы собираетесь выводить мир на этой земле. 26 лет. Вот давайте не трогать вот это. Не трогать это. Искусственная война. Война, видите, была все-таки развязана, и мы с вами, как все согласились, было начато в парламенте. И мне кажется, для того, чтобы она закончилась, тоже в парламенте нужно поставить точку. Потому что они, типа, там, без Кишинева, они лучше живут. Мы уходим в сторону сегодня. Спасибо. Давайте на то, когда мы поговорим. Спасибо за участие в программе. Будем следить за тем, что происходит в нашей стране. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк и политолог Борис Шаповалов и политолог Роман Михаэш. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Продолжение следует...